Дорогие друзья, уважаемый Сергей Семенович, поздравляю вас с официальным вступлением в должность мэра столицы России, мэра Москвы. Искренне желаю успехов в вашей работе на благо москвичей, да и всей страны. Совсем недавно завершились выборы. Они прошли действительно в свободной, в абсолютно конкурентной борьбе, без всякого давления или попыток исказить результаты этих выборов. Люди увидели, что в нашей стране вообще и в таких крупных мегаполисах, как Москва, власть формируется не с помощью деструктивных акций или гражданского противостояния, а с помощью цивилизованных демократических процедур. Считаю это важнейшим результатом состоявшихся выборов в Москве. Уважаемый Сергей Семенович, в ходе выборов вы предложили масштабную программу развития города. Прежде всего с заботой и с вниманием к москвичам строилась эта программа, я это хорошо знаю. В целом в Москве и за предыдущее время сделано немало, много сделано, в том числе и благодаря прежнему мэру Юрию Михайловичу Лужкову. Но безусловно есть и проблемы. Проблем в мегаполисе, в любом мегаполисе, конечно, всегда очень много. Невозможно удовлетворить каждого человека во всех его чаяниях. Это очевидный факт. Стремиться к этому надо, но сделать это очень сложно. Но самая главная проблема заключается не в том, что чего-то не сделано или какие-то результаты не достигнуты. Знаете, в чём главная проблема? Вот крупных мегаполисов, в чванстве чиновников, в непробиваемых стенах, через которые люди не могут пробиться. Вот отсюда и протестное голосование. Уверен, никто не голосовал против Собянина. Чего против него голосовать? Он кроме хорошего ничего не сделал, особенно за короткий период своей работы. Но протестное голосование было. Почему? Вот из-за этого. Из-за этого чиновничего подчас произволы. Говорю об этом прямо, чтобы особенно те люди, которые работают в Москве на различных должностях, знали об этом, понимали это. И надеюсь, что вновь избранный мэр Москвы, избранный действительно честным, прямым, тайным голосованием горожан, будет иметь это в виду. Это очень важная составляющая деятельности любого уровня власти, любого руководителя. Потому что только в этом случае, если он будет себя вести таким образом, честно, по отношению к людям, он всегда будет чувствовать за собой силу. А самой главной силой любого руководителя является поддержка людей. Действительно, Собянин предложил большую масштабную работу по реконструкции городского хозяйства. Многое сделано за последнее время уже под его руководством. Открываются школы, детские сады, поликлиники, больницы. Быстрыми темпами развивается общественный транспорт. Здесь очень много проблем. Ну, мы знаем об этом, чего же говорить. Но я знаю, как Сергей Семёнович подходит к решению этих вопросов. Уверен, что сдвиги к лучшему должны быть. Строятся современные магистрали, развязки, линии метро. Приводятся в порядок пешеходные улицы, парки и скверы. Большое внимание уделяется вопросам экологии, сохранению исторического облика Москвы. Особо отмечу, что в столице сформирована одна из самых современных систем социальной защиты. Более 4,5 миллионов горожан пользуются различными мерами социальной поддержки. Такого, наверное, нет у нас ни в одном городе. Да и трудно поискать другие мегаполисы мира, где такие широкие программы социальной поддержки проводятся. Это и поддержка многодетных семей, людей старшего поколения, ветеранов. Расширяется и безбарьерная среда городская. Считаю, что городские власти задали правильный вектор развития, верно выбрали приоритеты. На первое место поставив интересы людей, создание условий для их комфортной, удобной, безопасной жизни. В столицу возвращаются ее бывалая романтика, традиционная добросердечность и гостеприимство. И при этом Москва остается флагманом деловой экономической жизни всей нашей страны. Одним из самых быстро растущих мегаполисов мира. Уважаемые друзья, я Сергея Семеновича Собянина знаю давно. И вот он-то абсолютно напрочь лишен и всякого чуванства, и зазнайства. Это очень конкретный, деловой, очень спокойный человек. Он, может быть, не создан для крупных политических компаний. Он, знаете, не Робеспьер, он не любит выступать, не умеет даже выступать, наверное, публично и на трибунах. Но он действительно очень добросовестный, очень порядочный, честный и талантливый человек. Я желаю ему успехов.